Приветствовать в нашем зале. Я действительно хочу представить вам продукт 1С розница, который предназначен для розничных предприятий и в общем достаточно известен. Может быть даже в зале сидят люди, которые уже знают и используют эту программу. Кто использует эту программу? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот я надеюсь, что после этого мероприятия пользователей станет больше. Так что же такое 1С розница? Ну, во-первых, это полная и своевременная поддержка требований государства. То есть это интеграция с ЕГАИС. Мы одно из первых приложений, которые сделали плотную интеграцию с ЕГАИС по всем операциям для розничной торговли. Это и переход на НДС 20% решения уже опубликовано, выпущено на рынок. Как говорила Ольга, мы поддерживаем довольно много касс. Вот если 1С касса поддерживает автономные кассы, то мы подключаем ее к программе. И у нас сейчас в коллекции более 50 моделей, с которыми может работать наш программный продукт. Более 12 производителей рады интегрировать свои кассы с нашими программными продуктами. Если у вас есть интернет-магазин, то вам нужна служба доставки. И в этом мы тоже можем помочь. Интегрированное с нашей программой приложение для мобильных устройств, 1С мобильная касса, может оформить продажу так, как положено по закону, непосредственно при передаче товара покупателю. И передать данные о продаже как оператору фискальных данных в тот же момент, так и покупателю с помощью смс или имейл, если тот того потребует. Если в программе поддерживается полный цикл штрихкодирования, и работа со всем тем оборудованием, которое может потребоваться в магазине. От терминала сбора данных, весов, касс, сканеров, то есть полный спектр работы. Если вам нужно четко следить, а вообще каждому торговому предприятию следует четко отслеживать правильность цен на ценнике, то этому может помочь приложение 1С проверка ценников, которое устанавливается на любое андроидное устройство и обменивается данными с основной программой, с розницей. Стоит прочесть штрихкод на ценнике, и приложение уже само знает, установленная цена соответствует той, которая напечатана на ценнике, или его нужно заменить. То есть ставят ценник в печать, и вот уже через некоторое время можно заменить, все будет верно в зале. Ну и, конечно, это отчеты. Как отметила Наталья, в программе более 130 предустановленных отчетов, которые легко превращаются в те варианты отчетов, которые удобны для использования вашим менеджерам. Вот основные показатели, за которыми вы следите. Это выручка, количество чеков, средний чек, оценка валовой прибыли, денежные средства в кассе и множество других показателей, которые можно отследить как в динамике по времени, так и в сравнении с предыдущим периодом, как с прошлой неделей, так и с прошлым годом. Это очень удобно, ведь вы понимаете, куда движется ваш бизнес. Он растет или падает, и что нужно предпринять для того, чтобы улучшить эти показатели. Еще немного настроек, легкая настройка, и вы уже знаете более тонкие. Можете построить более тонкий анализ, более подробные отчеты, узнать причины возвратов от покупателей, причины отказов покупателей от заказов, а также сделать отчет по эффективности использования торговых площадей или анализ продаж по типам оплаты. Но, конечно, в фокусе нашего бизнеса, нашего розничного бизнеса, в фокусе покупателей. Каждый владелец магазина мечтает, чтобы любой прошедший мимо человек зашел в магазин. А если уж зашел, то что-нибудь купил. А если уж купил, то пусть вернется к нам снова. И мы можем поддержать в рознице весь этот процесс, весь этот цикл. Если у вас в магазине установлены специальные счетчики проходов или охранная система, в которых строены счетчики проходов, и вы знаете, сколько человек вошло в магазин, то мы можем построить отчет, который называется «Конверсия покупателей», сравнить с продажами и узнать, насколько хорошо у нас отрабатывается каждый покупатель в магазине. Как покупает он что-то в магазине или просто заходит? Введение базы покупателей. Мы можем ввести любые данные, которые нас интересуют у покупателей, и сохранить их в базе данных. Более того, можно настроить периодический опрос наших покупателей. Вот, к примеру, пришел покупатель к нам на кассу, оформляет, мы его узнаем. Кассирова узнает и спрашивает, а не хотите ли вы ответить на пару вопросов? Если тот соглашается, то тут же проходит очень короткий блиц-опрос, который привносит новые знания о нашем покупателе. Можно, конечно, ввести данные анкетирования и после продажи, но встроенный в кассовое место опрос напоминает кассиру о том, что это нужно делать. Ну и, конечно, мы можем сгруппировать покупателей по каким-то признакам, по продажам или по ответам в соответствии с ответами на анкету и делать уже целевые рассылки смс-ками или имейлом, как будет удобнее для покупателя. Ну, конечно, нельзя не отметить богатый спектр маркетинговых акций, которые можно настроить в нашей программе. Это и скидки по любому поводу и практически с любыми, которые можно только вообразить условиями. Бонусные программы, подарочные сертификаты и анализ этих самых проведенных акций. Маркетинговые акции контролируются очень четко. С самого начала, с момента выпуска приказа о проведении акции и передачи в магазин маркетинговых материалов до момента ее завершения и анализа. Мы можем сделать выводы о том, насколько удачно было продвижение товаров данного поставщика, акции, организованной от имени поставщика. Насколько была успешна распродажа, то есть снизились ли остатки сезонного товара на такой, так, как мы ожидали, или что-то пошло не так. И вовремя сделать переоценку, пока сезон еще не завершен. Продажи по дисконтным картам и остатки бонусных баллов – все это в нашем распоряжении, мы можем управлять этими данными. Ну и, конечно, магазин – это то место, где встречаются покупатели и продавцы. Хорошо организованные и мотивированные продавцы могут делать чудеса. В каждом магазине мы можем ввести график расписания выхода на работу продавцов и проконтролировать, как он исполняется. Ну и, естественно, мотивация продавцов. От этого никуда не уйти. Я хочу вам рассказать одну новогоднюю историю. Наверное, всем знакома, ну, может быть, не всем, но многим знакома эта игрушка. Это Ферби. Она появилась 10 лет назад и уже через год завоевала весь мир. Было продано более миллиона экземпляров по всему миру. И в России тоже. Но только в Россию она пришла почему-то без особой рекламной поддержки и была на тот момент достаточно дорога. Поэтому закупленные фиолетовые почуглазики уныло стояли на полках и готовились отправиться в неликвид в полном составе. Но ситуацию спасла индивидуальная премия, личная премия за продажи конкретно этой позиции. Поэтому у нас в программе сейчас можно легко настроить правила премирования по личным продажам и от суммы продаж в целом и про прогрессивной шкале и от количества проданного товара по категории или даже отдельной товарной позиции. Вот мы вводим продавца в документ, который оформляется на кассе. И вот в конце месяца мы уже рассчитываем премию и тут же создаем ведомость на ее выдачу. Но даже если мы все сделали для того, чтобы продажи у нас очень хорошо шли в магазинах, а денег все равно не хватает, то куда-то они деваются. Если посмотреть по внимателее, то, конечно, они оседают у нас в товарном остатке. Это медленные товары и неликвиды, прямые убытки от списания просроченных товаров, косвенные от пробелов на полке и много еще чего. Как же нам разобраться со всем этим? Ну тут одними отчетами не обойтись. Конечно, нам нужно анализировать товарную матрицу. Как же ее составить? Эта задача большая, она напрямую зависит от количества товарных позиций на полках. Сколько их? Сотня, тысяча, десять тысяч. Как их структурировать? По поставщикам, по производителям? Ну, теория маркетинга говорит о том, что нужно это делать по потребительским свойствам и выделить категории товара. Но как же их выделять? Это иногда бывает очень непростой задачей, и с ней может справиться, поможет справиться наш сервис, 1С номенклатура, который поддерживается в программе. И, как говорила Валерия, можно и загрузить карточки, и сверить свою структуру, товарную структуру, с той, которую предлагает сервис, и принять решение следовать его рекомендации или как-то структурировать немножко по-другому. Но советую следовать. Там заложен глубокий интеллект. Ну и, наконец, после того, как мы отструктурировали и создали свою товарную матрицу, ее нужно проанализировать. Тут вступает в силу два отчета. Это анализ торговых площадей и ABCXYZ-анализ. Классический инструмент маркетолога. Он помогает выделить лидеров по выручке или по валовому доходу, назначить обязательный ассортимент и выявить, самое главное, выявить аутсайдеров. И вот с ними-то мы уже круто заворачиваем. Мы запрещаем сначала заказ, а потом проверяем при поступлении, не просачивается ли к нам ненужный товар. Немножко хочу еще пару слов сказать о анализе продаж и формировании заказов. В нашей программе анализ оборачиваемости практически встроен в этот помощник, потому что менеджер может заказать в системе анализ продаж за период или по дням недели, таким образом учитывая естественный торговый цикл недельный. Также система поможет сформировать заказ с учетом трендов падения или роста продаж отдельной товарной позиции. И если учетные остатки в порядке в программе, то подскажет, достаточно точно подскажет, сколько нужно закупить товара или даже вернуть поставщику. Для более тонкого анализа, например, когда требуется многофакторный анализ или для острого сезонного товара, или еще какие-то факторы нужно учесть, сервис 1С товара поможет вам сделать этот… поможет правильные остатки товарной сформировать. Ну, наконец, еще раз хотела бы сказать, что розница – это не только продажи, это полный спектр функций, которые необходимы для того, чтобы хорошо работал магазин. Спасибо вам за внимание. Подходите на стенд. Я познакомлю вас с программой непосредственно на нашем предприятии. Спасибо.